Добрый вечер, 21.04 ровно в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Как всегда, по понедельникам «Археология Форбс». Сегодня мой соведущий, шеф-редактор сайта Forbes.ru Роман Баданин. Добрый вечер. Ну, мы вернулись в живой эфир после недолговечных, но достаточно бурных майских каникул. Но политическая жизнь не стояла на месте, как вы все понимаете. И вот в наше отсутствие случилась такая знаковая вещь в российской политике, как отставка Владислава Суркова. И хотя уже многие СМИ по этому поводу, конечно, уже отстрелялись, отговорились, но решили мы все-таки поднять эту тему, потому что это больше, чем просто отставка. Мне кажется, этот человек был такого вполне, ну, если брать название нашей передачи, археологического значения. Он был очень сильно мифологизирован, и по-прежнему он очень сильно мифологизирован. Владислав Сурков — человек и миф. Очень интересно, что он ушел сейчас, хотя ушел ли мы об этом поговорим с политической, в политической сцене одновременно со своим главным, так скажем, оппонентом или альтер-эго Борисом Березовским. По разным, разумеется, причинам оба они ушли из политической сцены. Но в этом я тоже вижу определенный символизм. И, вы знаете, мне кажется, очень интересно вообще поговорить о феномене Суркова. Я вот сейчас честно скажу, долго я все не мог дочитать, дочитал я роман, последний роман Пелевина, и я понял, что Руф Сурков — это типичный герой романов Пелевина. — Может быть, автор? — Может быть, и автор, это да, вот уже вмешивается разговор. Но, по крайней мере, пелевинское ощущение, оно очень сильно присутствует, если взять, скажем, поколение Generation P или вот последний его роман про вампиров, про некого, так сказать, такого, некого кукловода, который конструирует социальную и политическую реальность. И действительно совершенно фантастическая карьера, как, собственно говоря, охранник Ходорковского стал толераном или вообще отцом, крестным отцом современной российской политики. Так вот, мифология — это все, пелевинщина — это все, или это действительно человек, который в нынешнем российском политическом пейзаже задавал основные его параметры? Говорим об этом сегодня с нашими гостями. Наш давний гость, не первый раз появляющийся в нашей археологической студии, Александр Рубцов, руководитель Центра исследований и идеологических процессов Института философии Иран. Добрый вечер, Александр. И частый гость на других эфирах, но у нас впервые, Дмитрий Орлов, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, что вы по этому поводу можете сказать? Это действительно символическая фигура эпохи? Или это больше какой-то такой миф, которому, так сказать, мы приписывали Суркову все вот эти вот огромные совершенно политические полномочия? Нет, конечно, это и символ, и миф, и реальная политическая фигура. Ну и прежде всего об эпохе, вот, мне уже приходилось, так сказать, спорить с коллегами. Эпоха у нас все-таки Путина. Она была, она длится, и она будет продолжаться, я думаю, еще достаточно продолжительное, собственно, значительное время. А Сурков, у Суркова было свое политическое время внутри этой эпохи, довольно большое и значительное. Сурков, реальный, это функционер, который принимал различные и весьма ответственные решения в сфере политики. Это действительно Демиург, значит, креационист политического процесса, человек, который конструировал его. Да, вот, ну и, конечно, это символ, символ системы, которая в большей степени конструируется, чем развивается сама. Да, это, кстати, имело вполне, так сказать, очевидное обоснование. Национальный демократический институт нужно было создавать и развивать, они не могли сами какое-то время, значит, развиваться. Значит, таким образом миф, таким образом символ, ну и миф. Миф о том, что, так сказать, он стоял буквально за всем, что марионетки в театре имели, так сказать, каждый из рук и пальцев этих марионеток имели, значит, эти самые лески, ниточки. Ну, собственно, да, приписывается и Деми, и Россия. Они туда сходились, значит, в один центр, нет, не сходились, безусловно, хотя Сурков этого хотел и стремился к этому и получал все больше контроль над политическим процессом. И вот, когда он все больше и больше контроль над политическим процессом получал, тем к большим проблемам это приводило. С конца 2010-го, может быть, с середины 2010-го года начались сбои в системе Суркова. Роман. Дмитрий, смотрите, вот какое размышление. Человек, претендующий на звание реального политического актора, должен по себе что-то оставлять. Человек, который назывался идеологом системы, должен бы оставить по себе некую идеологию. Вопрос. Сурков, автор идеологемы «Суверенная демократия». То, что сейчас вокруг происходит, демократия гораздо сувереннее того, что предлагал Сурков. Оставил ли какую-то идеологию после себя Сурков? Ну, я думаю, что суверенная демократия – это ценный конструкт. Хотя он уже ушел, мне кажется, из актуального политического поля, но для нулевых он очень важен и ценен. Давайте не будем… Закон Димы Яковлева – это покруче суверенной демократии. Как бы следующий шаг. Это не концептуальный ход, скажем так. Это не политический конструкт, это политическое решение. Давайте их не будем смешивать. Это совсем разный жанр. А в какой степени, Дмитрий, вот вообще у Суркова была какая-либо идеология? Можно ли говорить об идеологии Суркова? Или это чисто… Я думаю, что он ее напряженно искал с 2004 года. Нет, серьезно. Это были действительно серьезные такие мозговые штурмы. Дмитрий, ну а выходишь все равно были симулякры. И такой вот еще раз возвращаясь к теме… Слушай, ну идеология – это вообще очень часто, значит, симулякры. Есть идеологии великого масштаба, такие как, так сказать… Ну да, фашизм, коммунизм, да-да-да-да. Есть идеологии, так сказать, калибром помельче и, так сказать, ситуативные, но они тоже имеют право на существование. Но в любом случае он искал смысл, конструировал политическую реальность. И, на мой взгляд, вот эта его увлеченность как раз и стремление создать некий идеальный мир, да, в котором, который, как он полагал, так сказать… В итоге-то, кстати, получился дивный новый мир, который отверг его и который ему не нравился, он сам об этом заявил. Ну так или иначе, он хотел создать некую реальность, в общем, в какой-то степени идеальную, чего, вообще-то говоря, конечно, делать не стоило. И в этом смысле новые игроки, да, которые проводят сейчас политическую реформу, они действуют, так сказать, совершенно иначе. Вот эти идеологические сюжеты, значит, не так волнуют, как адекватность политика. То есть, если он не призывает к свержению режима, условно говоря, силовому, все, он спокойно может, так сказать, хоть партию создавать, хоть одномандатникова двигаться, ради бога. Александр, вот я хочу… И вот этой идеологической зашуренности, кстати, точнее, не зашуренности, а идеологической заданности и вот этого политического театра, его в нынешней системе меньше, чем в предыдущей. Она менее идеологизирована. Ну, об этом еще поговорим. Это было, напомню, Дмитрий Орлов. Александр Рубцов, я хочу спросить, вот для вас Сурков – это политик или пиарщик? Ну, вообще-то я с трудом себе представляю, как можно одно от другого отделить, особенно в наших условиях. И это, между тем, касается и идеологии. Была ли у него идеология или нет, однозначно нельзя сказать. В классическом смысле, может быть, и не было, но то, что называется латентной идеологией, вся реальность, исходя из которой, можно реконструировать, как если бы за этим стояла какая-то серьезная прописанная концепция. Это все-таки все читается, это можно понять. Я думаю, что этот человек действительно стягивал гораздо больше, чем, видимо, извне, всякого рода ниточек, каналов и так далее, связанных с политикой, с идеологией. Но, наверное, потому что в то время этой сфере жизни государственной такого особого значения не придавали. Ну, Слава занимается, ну и пусть занимается, у него как-то получается, и все. Люди наверху были заняты немножко другими делами. Потому что иначе отдать одному человеку вот... Ну да, у меня там... А сейчас, с вашей точки зрения, что-то изменилось в этом смысле? Я думаю, что вот по части развития и идеи суверенной демократии все-таки усугубляется. Потому что то, что было, скажем, весьма так странноватого в суверенной демократии по отношению к демократии в обычном смысле слова, сейчас этого стало намного больше. Нет, ну, грубо говоря, давайте просто заострим эту антитезу. То есть я хочу понять. Сурков на протяжении вот этого последнего десятилетия, игравший такую большую роль во внутренней политике, он являлся своего рода таким гуманитарным предохранителем, что ли, неким интеллектуалом во власти. Да, к нему запускали Варламова, ему такой хороший пиар делали. Вот тут у него книжка Гейгеля лежит, вот тут у него Кант, вот тут он написал «Около нуля», вот тут он, так сказать, публикуется в «Русском пионере». То есть это некий такой, да, такой Меркурий, Гермец, такой проводник из мира живых, мир мертвых, да, вот этот мир кривлевских стен. Ну, он вроде как принадлежит гуманитарному, да, интеллигентному миру. А сейчас Суркова нет, все, и пошла в наступление православная чекистская опричнина, и, так сказать, Сурков нас от этого всего охранял пока что. Не преувеличивайте. Я, так сказать, хочу напомнить, что в советские годы никто не мог сказать «я формулирую линию партии». Если бы, значит, или там «я создаю линию партии». Первый же консультант, пусть даже очень высокопоставленный, даже уровня секретаряц. Не, ну был Суслов, скажем. Подождите, Суслов тоже этого не говорил. Если бы Суслов сказал «я формирую линию партии», он на следующий день отправился в Валерий. Но не было такого «этоса», не было такого самопиара, но и было, так сказать, по факту люди, имевшие непропорционально большое влияние на формирование линии и политической повестки дня, как, скажем, Суслов. Вы знаете, я думаю, что если, так сказать, возвращаться от Суслова и академика Пономарева, который имел очень значительное влияние, и секретаря ЦКПСС. Через написание учебников, в том числе. Суслов присутствует, да, 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 да. Как раз вот этот контент Суслов был начетчиком, а Пономарев как раз в большей степени соприкасался с тканью, собственно, идеологической тканью. Но это неважно. Значит, так или иначе, неважно для нашей нынешней, сегодняшней дискуссии. Я думаю, что Сурков формировал очень тщательно образ интеллектуала во власти. Но власти он был важен не в этом качестве. Он был важен как организатор политического процесса, как манипулятор политическим процессом, как человек, который может заниматься партизацией, который понимает, там, ограничения какие-то в политическом развитии. В общем, если бы, вот что я хочу подчеркнуть, если бы на этой должности был человек с меньшей фантазией, менее интеллектуальной, там, допустим, более агрессивной и так далее, это никак бы на систему не повлияло. Никакого специального запроса на человека типа Суркова не существовало. Так получилось, что на этой должности оказался человек с фантазией, непростой, значит, со собственными фантомами, так сказать, члений и так далее. Смотрите, что получается тогда, да, что фактически во власти чуть не единственный человек, которого, ну, нет, не единственный, конечно, не будем так говорить, но один из очень немногих людей, которого держали за чистую его функциональность. Он не был, он не учился с Путиным в Петербургском и Ленинградском университете, он не был членом кооператива «Озеро», он не работал в ФСБ. Ну, слушайте, когда Сурков выдвигался, таких было множество, было и Волошин, и Касьянов. Да, но остался это один, остался это один. То есть Сурков был власти, ценен, и, видимо, может быть, по-прежнему, ченен своей чистой функциональностью. Он не член клуба. Не только функциональность. Знаете, он, как и Путин, как и Путин, Сурков, мне кажется, очень точно понимал общественный запрос, который был реально. Понимал или формулировал? Понимал, артикулировал, формулировал, транслировал, это уже, так сказать. Если у Путина, допустим, это интуитивное чутье, то у Суркова она более, так сказать, рационализирована, более вербализирована и так далее. Так вот, и когда он перестал этот запрос, мне кажется, понимать, или стал его понимать менее адекватно, чем это можно было бы сделать, а произошло это в конце 2010-го, начало 2011-го года. Он стал стремительно сдавать позиции. Так, 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 мне интересно, а что с запросом случилось на рубеже 2010-2011-го годов? И что перестал понимать Сурков? Ну, это вечный вопрос. Вот Секацкий в недавней своей статье в Prime Russian Magazine поднимает прекрасную дилемму, да, что матери истории более ценны и вообще, так сказать, что более значимо — святая простота или дьявольская изощренность. Если по-простому, да, если мы говорим о запросе на простоту, так вот запрос на простоту сформировался на простое решение, а именно система тандема, это было видно очевидно гражданам, это было очевидно элите и так далее, она заканчивала свое существование. Это придумка Суркова вообще? Тандема? Да. Сама формула тандем? Ну да, сама идея Медведева как место блюстителя, как... Нет, идея места блюстителя, она не идея места блюстителя, а идея, так сказать, вот этой равновеликой фигуры, которую занимает пост президента. Нет, это идея, которая вытекает из Конституции. Там же был очень жесткий выбор. Либо, собственно, в 2007 году. Либо третий срок и нарушение закона, ну, собственно, легализованное нарушение закона, и, собственно, через колено, да, оставление Путина, либо система, так сказать, законная. Ну, термин тандем, насколько я знаю, принадлежит Игорю Бунину, а не... Нет, ну, дело не в термине, а в том, как... А почему, кстати, не нравится место блюстителя? Ведь по функции действительно он так и выполнял? Нет, вы знаете, я думаю, что он не только... Позволило легальным образом обойти Конституцию, сохранить власть Путина. Он не только, так сказать, вот, грел, у него были свои идеи, свои, так сказать, там, в том числе, идеологические конструкты, я имею в виду Медведева. То есть, конечно, он был младшим, так сказать, младшим, вторым, менее значимым участником тандема, но человеком, который только грел место, я бы его не назвал. Так вот, был запрос на то, чтобы систему тандема упростить, да, выдвинуть единого лидера, конечно, Путина, на выборы 2012 года. Был запрос на то, чтобы вновь сформировать то, что оно начало, так сказать, ослабевать, слегка деконструироваться, путинское большинство. И вот мы видим совсем другие, так сказать, там, совсем другие шаги, некое выжидание, выжидательная тактика Суркова, при этом выдвигается и не сдерживается Сурковым Павловский, который говорит о том, что Медведев должен стать великим президентом, о том, что, значит, Путин должен, значит, передать Медведеву свое большинство. Но это очевидно, ведь очевидно, что нельзя передать общественное доверие в две трети граждан по рекомендации политолога, Павловского, МАЕ или там кого-то еще. Дмитрий, вот что уточнить. А Сурков этого не понимал. Уточнить хочу про упрощение общественного запроса. Может быть, действительно, какое-то произошло такое вот на рубеже десятых годов сдвиг в общественном сознании, вот, может быть, и Александр тоже это прокомментирует, что гораздо более четко сформулировался у нас, во-первых, монархический запрос. Ну, собственно, никуда и не уходил, да, на монархический запрос. Но здесь он у нас на фоне, может быть, такого вот странного Медведева, слабого Медведева еще более четко оформился. И, во-вторых, вот этот очень сильный консервативный поворот, который, так сказать, неожиданно так власти хорошо там преподнесли к Уине. То есть такой монархический, консервативно-православный поворот, который на фоне вот этого вот десятилетней стабильности и, наконец, оформился, и Сурков его не почувствовал. — Это был запрос на сильную и эффективную власть. Консервативный поворот, там, моральный поворот. — А когда он был меньше? И он что, там, в 2005-м-то этого запроса не было? В 2003-м этого запроса не было? — Он был меньше. Он был меньше, конечно. И, скажем, в 2007 году он был меньше. — Запрос на сильную и авторитарную власть. — Нет, я не про авторитаризм. Я как раз хочу сказать, что на эффективную власть и на зримое свидетельство власти, которая властвует. Вот, так сказать, запрос, который сформировался. Так вот, я думаю, что была возможность сформировать политическую инициативу, но Сурков ее потерял. И вот с весны 2011-го года уже его влияние на политический процесс стало, так сказать, стремительно падать. Потом еще одна проблема была уже летом, в начале осени. Это неудачная стратегия избирательной кампании «Единой России», которая была ориентирована не на большинство. И вот тогда уже стало ясно, что собственно, время Суркова не эпоха, но время Суркова заканчивается. — Напомним нашим слушателям, наше время этой части передачи тоже заканчивается. Мы сейчас идем на перерыв, но перед перерывом напомним, что у нас в гостях политолог Дмитрий Орлов и руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии. Александр Рубцов. Это программа «Археология» и ее соведущие Сергей Медведев и Роман Баданин. Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Приветствует вас в студии Сергей Медведев. Мой соведущий сегодня Роман Баданин, шеф-редактор Forbes.ru. И в гостях у нас Александр Рубцов и Дмитрий Орлов. Говорим мы об отставке Суркова и вообще о том, чем, кем был Сурков для российской политики. Был ли он ее творцом, демиургом, был ли он мифологизированной личностью. И, кстати, вот хотим тоже вас спросить, наших слушателей, как вы оцениваете роль Владислава Суркова в российской политике сейчас, когда он уже шел в отставку. Позвоните нам и скажите. 65 10 99 и 6. Что такое для вас Сурков? Это некое воплощение, так сказать, человека, который создал российскую политическую систему, нынешнюю, со всеми ее несовершенствами. Или, может быть, некий интеллектуал, гуманитарий во власти, который охранял вас от наиболее одиозных проявлений российской власти. Сурков. Добро или зло? 65 10 99 и 6. Вот так мы так антологизируем этот вопрос. Я хочу понять, какие, собственно, зоны управления Суркова, зоны конструирования Суркова. То есть, прежде всего, я понимаю, это была вот эта вот поиск идеологии, то, что Дмитрий здесь говорил. Нет, этиология — это все-таки сопутствующая. Главное, он, собственно, управлял политическим процессом. Ну да, система Суркова. Система Суркова. Что она из себя представляет? Это есть какой-то законченный конструкт или это постоянно меняющаяся такая, как протеик-технология? Это она к 2007 году, к концу, приобрела достаточно такой законченный вид. Это потом она потребовала реформы, и сегодня она уже системой Суркова, политическая система России не является. К счастью, на мой взгляд. А честь, честь. А, значит, что было характерно? Это курс на партизацию любой ценой, так сказать, сверху и до, там, муниципалитетов, так сказать, мельчайших. Это отсечение, так сказать, игроков самых различных, вот, политического процесса, которые по тем или иным причинам в систему не встроены. Вот появление несистемной оппозиции, я считаю, самой главной фатальной ошибкой Суркова. Она несистемная оппозиция. Это тоже его рук дело? Несомненно. Потому что множество политиков, давайте классический пример Владимира Рыжкова, чем Владимир Рыжков плох для российского политического процесса. Тем не менее, вот, коллективный Владимир Рыжков оказался за пределами системы. Зачем? Зачем было... А, Дмитрий, вы имеете в виду выдавливание политиков, которые могли выбрать? Зачем было, значит, отказываться от выборов одномандатников? Зачем было создавать такую, значит, партийную систему, в которую, что называется, мышь не проскакивала? Понятно, понятно. Сейчас, сейчас система эта, при всех, так сказать, обвинениях ее в, там, большем авторитаризме и так далее, она намного более логична. И для противников системы она намного менее идеологизирована и содержит намного меньше барьеров. Ведь, посмотрите, после начала политической реформы в систему реально встроились, ну, встроились в критическом, конечно, жанре. Все, и Касьянов, и Рыжков, и РПР Парнасы, и кто угодно. Раньше у них не было этой возможности. Они были вне поля системной политики. Напомним, наш телефон, студийный 651099,6, Владислав Сурков, про и контра. Андрей на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Здесь был, по-моему, правильно задан вопрос. Оставил ли Сурков после себя какую-то идеологию? Совершенно очевидно, что нет, и быть того не могло. Поэтому он не только не демиоргий, но институт культуры на демиоргах не учится. На мой взгляд, человек весьма незначительный, как политическая фигура. И то, что мы сейчас обсуждаем, это в сущности новости из передней. Кого Барин Высич прикажет, а кого и приласкать. Не более того. Да. В общем-то... Понятно. Еще... Ну, аргумент про институт культуры, это, конечно... Сократ тоже не обучался академиям, так сказать. Он еще в институте Столи и Сплавов был два года, да? Да, но я вам привожу пример один из Суркова про другое образование. Читаю статью Суркова, смотрю, что-то знакомое. Смотрю, фраза знакомая, другая, третья, весь абзац. И вспоминаю документы, прощенный мною. На языке оригинала будет понятно, как и по-русски. Дотрен для фашизма. Авторы. Джоанни Дженте и Лебенита Муссоли. Не думаю, что Сурков читал этот текст. Он его у Ильина взял, поскольку Ильин, как известно, это все активно поддерживал и большие надежды... Система антиплагиатов в действии. Да-да-да. Да-да, это именно плагиат, который Сурков мог и не заметить. Он взял у Ильина, выдал за свое, но тот, в свою очередь, переписал, но в то время все... В то время не из-за стороны Ильина. То есть, это вот обычный пример, ну, что человек, который читает Ильина, не понимая, в сущности, откуда Ильин что берет, это один уровень, весьма поверхностный. И другой уровень, это те, кому он это все впаривает. Вот Путин и прочее. Ну и результат, соответственно. Что ждать-то? Ясно. Спасибо за такой просвещенный голос. Слушайте, ну, мне кажется, что это очень упрощенный взгляд. Сурков был реально и есть, да, серьезный интеллектуал. Дело не в его, так сказать, образовании. Вот. И он очень много перелопачивает информации, прежде чем, так сказать, какие-то транслировать, содержательное послание. И не надо думать, что он передирал какие-то... Если бы он действовал так, это было бы очень заметно. И нет, нет. Вот к таким грубостям сводить его деятельность не стоит. Мне кажется, мы здесь просто немножко зациклились на определенный слой этой проблемы. И у нас, получается, новый миф. У Суркова были ошибки, он был недостаточно либерален. А вот теперь, когда режим либерализовался, стал более открытым, мы получили открытый протест, мы получили несистемную оппозицию благодаря новым свободам. Наоборот, несистемная оппозиция ушла. Это мнение Дмитрия. Это мое мнение. И у нее нет сейчас несистемной оппозиции. Не-не, мы сейчас это еще обсудим. Я хотел другое сказать, что, понимаете, ведь за всем этим стоят несколько другие процессы, все-таки более такие глубокие. Ведь что пытался делать Сурков? Он пытался сыграть на практически всем политическом поле, на всем спектре. И на идеологическом тоже. И до того момента, когда он ушел из Кремля, ему до какой-то степени это все удавалось. Причем не только потому, что вот он был такой хитрый и так далее, особо хитрым он не был, так сказать. Когда он написал этот текст про суверенную демократию, надо было посмотреть, там суверенных слов-то почти нет. Там все иностранные термины по поводу дизайна, политики и так далее, и так далее. Но тем не менее. Но мы живем в эпоху постмодернизма вообще-то. Ну, кто как. Хотя я постмодерным занимаюсь, так сказать, с детства. Так вот, здесь же посмотрите, как развивались события. В самом начале нулевых годов власть пыталась провести какие-то системные реформы. Попыталась что-то сделать с институциональной средой. Была административная реформа, реформа техрегулирования и так далее, и так далее. Все это благополучно угробилось. Но тогда были надежды, и люди в этом участвовали достаточно активно. И многие из тех, кто потом оказался в оппозиции, они вполне рассчитывали на то, что здесь что-то получится. Дальше у нас пришел второй срок Путина, а потом еще и третий в лице Медведева. И там понадобилось действительно сформулировать какое-то подобие идеологии, чтобы было понятно, кто все-таки остается на хозяйстве. Тогда возник план Путина, который никто не видел, честно говоря. Ну, это очередной симуляк. Это план Путина, победа России. Это учение Марксу Сесина, потому что верно. Да, было очень много слов о модернизации, о необходимости сняться с нефтяной иглы и так далее. Сняться, это хорошо. Соскочить, да. Там, ну, соскочить, это не знаю, согласиться. Уже термин такой. Нет, снять с нефтяной иглы это логично, а сняться... Посмотрите, что происходило. Что воздушное в этом появляется. Никто иной, как Путин на расширенном заседании Государственного Совета говорил, что если мы не решим эту проблему, зависимости и так далее, то мы поставим под угрозу само существование страны. Александр, да. И в модернизации он заявил, Путин, не медведи. И вот это позволяло очень долгое время какую-то часть той интеллигентской либеральной оппозиции, которая потом ушла в открытый протест, держать в этом поле. Держать, да, во властном, в таком более-менее, мейнстриме. Теперь смотрите, эти слова произнести уже невозможно, не краснее, их произносят все меньше, понятно, что этот проект грохнулся. Какой? Модернизации, инновации, Сколково, стартапы. И вот смотрите, у нас на излете этого момента Сурков оказывается на Сколково, еще занимаясь политикой. Сколково в то время создавалось. И потом получается, что этот проект грохнулся, и дальше рассчитывать определенные части общества больше нечего. Александр, ну вот здесь, да, очень, так сказать, верную вещь. Говорите по поводу идеологии. Я хочу к этой теме вернуться, о тех, собственно, каких-то несопоставимых, абсолютно противоречивых вещах, которые я пытался скрестить Сурков в идеологии. А пока я хочу напомнить наш телефон, студийный 651099,6, код Москвы 495, Владислав Сурков, про и контр, за и против. Ольга на линии. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, Сурков был прежде всего манипулятором, и уж никак не идеологом. Я далека от мысли, что он был глуп, допустим, или он не понимал ситуации. Он прекрасно понимал ситуацию. И вот все его действия, это была чистая манипуляция. Другое дело, что основные массы с готовностью под нее подстроились. Я хочу, допустим, обратить внимание на то движение нашей, идеологом которого он был. Ведь совершенно очевидно, что какое-то молодежное политическое движение без серьезной патриотической работы, без решения проблемы справедливого распределения там, допустим, благ, без решения проблемы социальных лифтов для молодежи, решить было нельзя. Нельзя было на основе пустоты построить патриотизм. Я думаю, что те люди, которые занимались этим движением, это прекрасно понимали. И это прекрасно понимали те люди, которые шли в это движение, молодые. Ну, молодые-то они, я не думаю, что там они просто шли под красивые громкие лозунги, и, так сказать, вряд ли там было так все умно, как вы сейчас нам рассказали. Молодые, они, в общем-то, тоже далеко не глупы. Они прекрасно понимали, когда это все затевалось, что это на некоторое время, вот они здесь могут порезвиться, а потом, когда они будут не нужны, их прихлопнут. Что, собственно, и получилось. Ну да. И просто молодые прекрасно понимали, что это их шанс. Что здесь нет искренности, нет правды. Но это шанс. Вот какой есть. Понятно. Спасибо, да, спасибо, Ольга. Ну вот да, кстати, то, что в связи с молодежными движениями. Ведь это же тоже, да, была одна из таких сурковских креатур, вот особая. Ведь он же не уделял внимания, скажем, старикам, да, вот там, пенсионной реформы. А вот как раз интернет, блоги, молодежь, это то, что интересовало его такого, так сказать, молодого, продвинутого интеллектуального человека. И, соответственно, родился, отсюда появляется и Кименко со всем веером этих головокружительных возможностей по освоению молодежи. Сурков понимал процессы, ну или, во всяком случае, до определенного периода понимал процессы, которые происходили в среде интеллектуала, в среде среднего класса, его креативной, да, части креативного класса, так называемого. Вот, и угрозы, связанные с тем, что площади в день выборов могут быть кем-то заняты, он осознавал. И вот это, из этого выходила прагматическая цель, занять площадь в день выборов сторонниками, так сказать, да, системы. Но при этом, конечно, так сказать, решались и параллельно задачи идеологические и задачи социальных и карьерных лифтов, потому что при той политической системе, которая существовала, карьерные лифты были либо искажены, либо обрублены, да. И нужно было людям компенсировать, входить в механизм. Слушайте, ну многих они подняли, это вошло, ну не знаю, там, был вот этот молодежный призыв в Госдуму, сколько там, человек, 5-6, наверное, вошло. Ну, бросьте. Нет, нет, ну движение наше, почему? Оно было, оно аккумулировало очень многих людей, в том числе агрессивных, регионов. Еще больше денег. Нет. Ну, деньги это вторичные. Ну, у нас-то как раз деньги-то как раз первичные, знаете, как в том анекдоте, нет, говорят, деньги мне не пофигу, да, Голос-то не веночка, мне пофигу. Да, главную особенность, может быть, главное, чем запомниться, он умелый канализатор возможных политических рисков. Это правда. Что такое движение наше? До определенного момента. Умело просчитанный способ канализировать возможные политические риски, исходящие из молодежной среды. Что такое модернизационный проект? А параллельно построить лифты для кого-то хотя бы? Это способ создать ложную надежду для либеральной части, чтобы она на Болотной оказалась не в прошлом году, а за два года до этого. Это был ловкий политический, абсолютно неэкономический прожект. Пустышка такая. Модернизация? Да. Ну, я с вами не совсем согласен, прежде всего потому, что на модернизацию есть объективно, так сказать, запросы. Запросы есть, кто же спорит. Запросы есть. А исполнение? Проблема в ответе. Александр. Ну, вы знаете, вот меня как-то всегда смущает, когда вот мы сидим, такие пикейные жилеты, вот он понимал, а потом перестал понимать. Я думаю, что Сурков, как к нему не относиться, вполне вменяемый человек. И сейчас все понимает. И раньше понимал, и тогда понимал. Понимал в данном контексте, извините, эту ремарку. Я думаю, что он это понимал в том числе и когда писал это заявление. Потому что, ведь посмотрите, что произошло. Вот человека сняли с политики и с идеологии. А чем он еще может заниматься? Его бросили на аппаратную работу. Это вообще-то совершенно другая сфера деятельности. Другие способности. В Кремле он этим занимался, будучи первым замом. Другие навыки. Кроме того, человека бросили на инновационный маневр, на модернизацию. Чего на самом деле нет. Ну, просто раньше вот на сельское хозяйство бросали. Ну, да. Сейчас его бросили на это. Он сам этого хотел. Дальше предвыборные обещания, которые надо исполнять, не очень понятно, каким образом. И тоже все это на него свалилось. Поэтому у меня всегда остается этот вопрос. Он, если и делал какие-то шаги, которые привели к тому, что понадобилось написать заявление, всегда будет вопрос. Может быть, он их делал, если не вполне сознательно, но как-то интуитивно что-то понимает. Ведь Кудрин тоже тогда устроил этот бэмп с медведем. Не просто так, как выясняется. Да. Напомню, что мы говорим о Владиславе Суркове, об отставке, о роли Владислава Суркова в российском политике. В российской политике у нас в гостях Дмитрий Орлов, Александр Рубцов. Телефон наш прямого эфира 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, как вы воспринимаете роль Владислава Суркова в российской политике? За и против? Добро или зло? 65 10 99 6. А мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня мой соведущий Роман Баданин, шеф-редактор Forbes.ru. Говорим мы с Дмитрием Орловым и Александром Рубцовым о Владиславе Суркова, феномен Суркова в современной России. Вы знаете, вот какой вопрос я хочу задать. Почему, собственно говоря, Путин позволил, если, вот как Дмитрий нам здесь сказал, это не система Суркова, это эпоха Путина, система Путина, почему Путин позволил этому человеку такой большой объем власти? То есть вот существует такая гипотеза, что Путин вообще не сильно интересуется внутренней политикой. Он интересуется геополитикой, восьмерка, энергетическая политика, куда мы направим энергетические потоки и так далее. А Сурков просто был оставлен на хозяйстве, и Путин, в общем-то, может быть, даже не особо вмешивался и не особо вникал в те вещи до тех пор, пока Сурков, ну то, что называется, «delivered», давал-давал некий результат. То есть управляемую, контролируемую, просчитываемую ситуацию. Неважно при помощи каких партий, какой оппозиции. Ну, возможно, вы правы, но не в полной мере. Мне кажется, что Путина всегда интересовала общая конфигурация системы, ее работоспособность, и он много раз, собственно, и направлял ее развить, и вмешивался, и так далее. Он не парил в облаках, встречаясь с деятелями «восьмерки». Но, безусловно, оперативный контроль, текущие какие-то решения по политической системе, конечно, принимались с Владиславом Сурковым, принимались в течение достаточно длительного времени. Но, видите, все-таки это... Все-таки национальным лидером был Путин, это была его система. А, значит, Сурков был высокопоставленным политическим менеджером. Вот это были роли. Да, вот хочу Александр, смотрите, немножко философски попытаться это сформулировать. То есть Сурков в данном случае обладал большей субъектностью. Путин обладал легитимностью, а Сурков был неким реальным субъектом, большим субъектом внутренней политики. Но ему, подобно тому, как администрация президента, вообще она не обладает, собственно говоря, конституционно какой-то большой легитимностью. Что это такое? Ну, она упомянута. Да, но ее, так сказать, объем полномочий не прописан никак конституционно. И уж тем более управление внутренней политикой, администрацией президента, это что такое? То есть легитимности нету. То есть существует некий субъект, не обладающий легитимностью. Вот посмотрите, в правительстве есть энное количество политических фигур. Зампреды, министры и так далее. Это все политические фигуры. А дальше начинаются помощники, советники. И они ничего не могут. Они не могут говорить от себя, они могут только работать на клиента. В администрации есть один политический фигурант. Это президент. Больше там политических фигур нет. И не должно быть. Отчасти Сурков немножко нарушал это правило, но не принципиально. Я думаю, все-таки дело было в другом. Ведь можно было бросить политику на одного человека, тем более, что у него это казалось, что там все более-менее получалось. В том числе и потому, что ситуация экономическая, социальная была все-таки более-менее надежная. Гораздо более надежная, чем сейчас. И вот возникает тот момент, когда надо разбираться с тем, что произойдет. Я опять возвращаюсь к газу, к нефти, к сланцам, к пескам и прочим. Казалось бы, совершенно таким даже не земным, а подземным вещам. Вот это на самом деле инфернальная составляющая. Вот это археология. Вот это называется now we're talking. Всей нашей политики. А то Сурков какой-то. Вот смотрите, через некоторое время... Мы сейчас обсуждаем какие-то такие достаточно нарядные вещи. Вот представьте себе, у вас с женой начинается разборка. А ты завтра на что будешь семью содержать? Ведь у тебя там на работе, тебя там урежут зарплату и так далее, и так далее. А вы говорите, а у меня там новая мораль, а у меня там новые идеологии. Она просто уйдет к другому. Что такое уйти в политике к другому, вы же понимаете. Поэтому, мне кажется, вот здесь сейчас принципиально другая ситуация. Надо каким-то образом власти готовиться к совершенно новой ситуации с точки зрения социальных ожиданий, в том числе перегретых социальных ожиданий. Вот мог Сурков как бы в своем стиле сыграть на этом поле? В том числе и про проваленную модернизацию, и про Сколкова, которая ничего не родила и вряд ли чего родит и так далее. Вот новая система, которая, вот как говорят, отвечает на запрос к упрощению. Вот может ли она ответить на эту новую ситуацию? Я сомневаюсь. Она, мне кажется, до какой-то степени может что-то такое удерживать. Но вот такие конструкции, они ужесточаются, ужесточаются, а потом ломаются, они гнуться не умеют. К вопросу о системе, Александр, вернемся. Сейчас, да, Дмитрий, мы еще вернемся. Я хочу напомнить наш телефон на 651099,6. Ваша оценка роли Владислава Суркова. Сергей на линии. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Такая тема же, вы трепещите. И не говорите. Вы знаете, я, наверное, неправильно скажу, но тем не менее, вот я слушаю все это, да, уважаемые господа, у меня складывается такое впечатление, что вся жизнь в России определяется господином Путиным, то есть нашим президентом, господином Сурковым, и еще один-два, одной-двумя ключевыми фигурами. Ну, не вся, а политическая, то, что именуется российской политикой. Ну, у нас же не монархия, господи, ну, у нас же все-таки светское государство, и, в общем-то, мы как-то идем к демократии. Ну, почему по поводу Суркова рассуждаем мы, мы не парламент. Да, действительно. Ну, Сергей, ваше, так сказать, удивление здесь абсолютно понятно, да? Ребята, поймите, я настолько, вот я простой обыватель, кто такой Сурков и кто я? Мы настолько далеки, ну, спрашивайте меня мнение. Сергей, нет, подождите, подождите секунду, вы не настолько далеки, понимаете? Вы сами, может быть, даже не осознаете, насколько решения, принятые с ведома или, собственно, сконструированные Сурковым, касаются вашей жизни. Относительно ваших политических возможностей, относительно такового, за кого вам голосовать, и голосовать ли вам вообще, выбирать ли вам своего губернатора, мэра. Абсолютно согласен. Можно одну секунду, я вставлю маленькую ремарку? Да. Мне, как обывателю, достаточно, поверьте, вот это я искренне говорю, мне достаточно того, что на протяжении 5-6 лет принимаются законы те, которые, первое, а, по своей сути глупы, б, они просто тупо не выполняются, просто, даже тупые законы, и то не выполняются, и третье, просто не контролируется. Так зачем мы содержим, зачем мы двигаем, вот эти вот, борьба с коррупцией не существует в природе, ее нет, это все фикция, мы живем за розовым зеркальем. Понятно, спасибо, спасибо, Сергей, за эмоциональный выплеск такой, розовое зеркалье. Так вот, я хотел возразить по поводу простоты и сложности. Да. Вот, если вы всех участников политического процесса расставляете на политических марионетах, расставляете на сцене, определяете их ходы, ну, не говоря уже про сценарий всего действия, это ужасно сложная система. И вот как раз она, рано или поздно, так сказать, придет к кризису или даже рухнет. И вот мы наблюдали кризис этой системы в 2010-2011 годах. Что значит простота, о которой я говорил я? Простота означает то, что в политический процесс может спокойно войти любой, ну, любой, имеется в виду, располагающий там общественным доверием, минимальными какими-то ресурсами и так далее. Понятно, если человек является харизматическим политиком регионального уровня, он станет депутатом. Не обремененный уголовными делами. Ну, естественно, при двух обстоятельствах, при двух-трех ограничениях. Не уголовник, значит, не призывающий к насилию, не призывающий к... Ну, вот скажем, Навальный хочет войти в политический процесс. А кто ему мешает? По РПР, по РНС существует... Уголовное дело может им мешать. Уголовное дело мешает. Как раз мы видим, как человеку блокируются все... Вы говорите про социальные лифты, вот как раз все блокируется. Навальный, это один такой человек. Ну, это показатель. Подождите. В предшествующих... Тысячи Навальных, может быть, готовы войти в политический процесс, но они видят то, что разворачивается сейчас, и считывают сигнал... Они войдут без проблем. А вот во второй половине нулевых... Как? Через общественный прием на Единой России? Да нет. Ну, что вы... Политическую партию можно ссоединить. Регистрации приостановлены. Но, тем не менее, во второй половине нулевых этого ничего сделать было вообще нельзя. И поле публичной политики, оно сужалось. И в этом была трагедия Суркова. И он понимал, что это происходит. Оно не сужалось, Дмитрий. Оно вытоптано, выжжено. Государственная дума не место для дискуссии. Ну, собственно, это не я же придумал. Нет, ну, это все-таки чрезмерные, мне кажется, оценки. Но политическое поле сужалось, и Сурков это понимал. И сделать он ничего не мог, потому что была логика системы им созданной. Это да. Сейчас система более простая. Она идеологизирована для большинства, скажем так, более идеологизирована. Но ее идеологизация для остальных участников политического процесса, она вообще нулевая. Если ты не призываешь к насилию, если ты действуешь в рамках правил, ты можешь без проблем быть участником политического процесса. Никаких ограничений не существует. И поэтому несистемная оппозиция уже исчезла. Она исчезла. Остались только радикалы, которые говорят, мы сокрушим эту власть насильственным путем. А некоммерческие организации входят в политическую систему? Нет, а какое они имеют отношение к политической системе? Если их Минюз признает политическими... Их политизируют, нынешняя политика. Понимаете, Дмитрий, ну вы же здесь так объяснили... Нет, НКО это не тот формат. Идите в политику, создавайте партию или участвуйте в выборах. А если идете в политику, к вам придет прокуратура. Ой, слушайте, прекращайте. Сознаны сотни, сотни есть... Есть публичная политика. И в том числе, так сказать, Сурков, кстати, он... Все-таки нет, Дмитрий. Мне кажется, что... То есть, не кажется, я убежден, что вот это поле и политики официальной, да, институализированной, и политики менее институализированной, публичной политики, оно было абсолютно тотально в Сурковское десятилетие, именно потому, что он был политическим технологом и манипулятором было выжжено до тла. Нет, но он развивал институты, вы не правы. Сейчас мы видим, как ОМОН затаптывает вот те, так сказать, на вот этом вот, которые зеленые росточки прорастают, затаптывает вот эти вот какие-то росточки. Слушайте, ну это штампы. Вы извините, конечно, но политических партий крупных, общенациональных, до Суркова, я не являюсь его, так сказать, последовательным сторонником, мягко говоря, да, но политических партий крупных, общенациональных до вот этих мер его попартизации не существовало. Другое дело, что потом эти меры попартизации, они пошли в абсурдный, так сказать, формат. Но это же его все креатуры, да, и Родина, и Правое дело, это все такие сурковские проекты. Ну, подождите, КПРФ это проект? Единая Россия это проект? Это долговременные институты партийные. Они будут существовать много лет. А вот, кстати, КПРФ в какой степени КПРФ просто вот тупо консультируется у Суркова? Как сейчас говорят, все они, так сказать, так или иначе, и Зюганов, и Миронов. Слушайте, что значит, конечно, они взаимодействуют с властью, общаются, это понятно. Но взаимодействие в какой степени Сурков определяет их повестку дня? Я убежден, что не в какой. Пределы допустимого. Нет, коммунистическая партия, это игрок с очень высокой... Определяет, оговорился, да? Да, 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 Фрейд Фрейд определял. Коммунистическая партия это игрок с очень высокой степенью автономии. У них автономный электорат, у них своя полностью автономная повестка, они никогда не поддерживают бюджет, а это во всем мире главный критерий оппозиционной партии. Ну, это их роль в игре, написанной Сурковым, да? Вот есть такой... Причем здесь Сурков? Коммунистическая идея существовала до Суркова, коммунистическая идея существовала 100 лет назад. Но, слушайте, в 96-м году была реальная угроза перехвата власти коммунистической партии. Вот тогда это была коммунистическая партия. Сейчас, в 2000-е годы... Послушайте, из того, что эта партия... Это еще одна такая провластная чебурашка. Нет. Из того, что эта партия превратилась из общенациональной, которой она была в середине 90-х, в нишевую, но нишу она занимает большую, не следует, что она, так сказать, марионетка в чьей-то игре. Она работает со своим электоратом и работает последовательно. Я в этом смысле категорически сторонник автономии коммунистической партии. КПФЛ здесь вообще не самый интересный сюжет по всей этой конфигурации многопартийной. Вот. И Единая Россия — это тоже институт. Можно ее любить и не любить, но это не проект двухлетний-трехлетний. Потому что у меня... Разубедите. Может быть, я мифологизирую, что вот эта сурковская система, она при помощи вот этих вот каналов, да, вот как Роман выразился, сурковка умело канализирует риски. Есть канализационный канал под названием КПРФ. Есть канализационный канал под названием ЛДПР. Есть канализационный канал под названием, скажем, фанаты, да, спартаковские фанаты, вот, да, и вся эта около футбол, с которыми, как я понимаю, сурков тоже работал. И вот, так сказать, он умело, как такой, да, мастер карате, между этими всеми, так сказать, бойцами, манипулировали, он их всех сдерживал, да, и у нас нету ни развитой, так сказать, системной либеральной силы, ни коммунистической, ни националистической. Это правда. И, кстати, роль его в том, что правое дело не участвовало в парламентских выборах 11-го года, она очень значительна и негативна. И я считаю, что это тоже одна из, в общем, ошибок, и, так сказать, протестного движения, возможно, не было бы в таком формате, если бы либеральная партия принимала участие в парламентских выборах. Вот другой вопрос. Дело здесь вот в чем. Понимаете, он укреплял эти институты, и еще некоторые, и не допускал возможности появления других. Вот в чем. И он, как вам сказать, он не допускал возможности, зачастую, проявления независимой от системы инициативы в политике. А это совершенно непродуктивно. Теперь давайте смотреть. У нас осталось 5 минут, к сожалению, очень мало. Давайте посмотрим, что дальше, что после Суркова. И вообще наступает ли эпоха после Суркова, или он по-прежнему остается актором российской политики. Это сейчас просто взята некая передышка, и по-прежнему все будут бегать к нему, консультироваться. Может быть, даже тот же Путин. Ну, если говорить о самом Суркове, то, конечно, он останется в российской политике. Я думаю, что в ближайшее, во всяком случае, время это будет такой же, там, аналогичный какой-то формат Волошину или Кудрину. То есть это влиятельная такая фигура около власти, которая вырабатывает какие-то смыслы, общается с элитой, влияет на власть, там, и так далее. Путин сможет обойтись без Суркова? Да, конечно. Он уже обходится. Вот с декабря 2011 года на политический процесс Суркова, ну, то есть с июля 2011 года не влияет. С 24 сентября, может быть? Нет, с июля. С июля влияет слабо, с декабря практически не влияет. Ну, то есть влияет уже остаточно, да, с декабря 2011 года. Поэтому система эта обходится, без Сурковы обойдется. Но, значит, система эта уже другая. В ней нет вот этой, значит... Она, понимаете, эти проблемы возникали из увлеченности, из конструирования. Вот этой тяги к чрезмерному конструированию определенно нет. И участвовать в игре могут все, это очень важно. Хорошо, вот что касается то, что я здесь пытался наметить в качестве консервативного реванша. Вы здесь видите некую возможность, что с уходом Суркова, как некой силой, которая, ну, как некого манипулятора, который сдерживал вот эти вот силы консерватизма, приходит вот это вот, ну, то, что мы называем Путин третьего срока, да? Со всем этим поясом. Да, да. Это новый манипуляторизм. Остальные лишь автономно, то есть остальные лишь автономно в той или иной степени по отношению к нему. На что ждет? Дальнейшее закручивание гаек? Да нет. Нужна ли в этой новой системе единая Россия? Консервативный поворот, который происходит, он происходит не потому, что кто-то его внедряет, он происходит потому, что на это есть общественный запрос. И в этом, в том числе, кстати, заслуга Суркова. Все изменения происходят институционально. С помощью партийной политики, с помощью общественного мнения и так далее. Если будет запрос на либерализм и на какой-то, так сказать, поворот к, значит, к союзу, скажем, с креативным классом и какими-то протестными группами, уверяю вас, Путин с легкостью пойдет на него. Если на это будет общественный запрос. Но этого общественного запроса нет. Так, вот по поводу общественного запроса. Мы все время говорим о том, что люди думают. Но вот представьте себе, что у нас в стране завтра возникает немножко другая ситуация в телевизоре. Получается какой-то там независимый канал, который начинает озвучивать примерно то, что канонизировано в интернете. Вот тогда я, может быть, и узнаю, какой у нас общественный запрос. Да, я согласен. Это один момент. Второй момент. Опять-таки, да, не забудем, Александр, что, собственно, да, просто уточняю, собственно, лояльные, так назовем, социологические службы, типа Фома или Фциома, да. Ну, Левада-центр, они дают такие же данные. Опять же, нет, ну, Левада-центр я здесь не назвал, Дмитрий, это вы говорите. Нет, вы ведь лояльные... Фома и Фциома, они, так сказать, тоже встроены в эту сурковскую систему. Вы лучше говорите о респектабельных центрах. Это Левада-центр, Фома, Фциома. Нет, я вам говорю о том, что стоит еще до опросов. Понимаете? Потому что опрос — это снятие того, что сконструировано в том числе СМИ и так далее. Да. Но я-то хотел добавить, может быть, более важную вещь, как мне кажется. Понимаете, Сурков канализировал тактические риски, но создавал стратегические риски. Это вот мы сейчас расхлебываем. Нынешний курс политический, на мой взгляд, создает дополнительные, в том числе и тактические риски. Что вы имеете в виду? Ну, то, что сейчас происходит на улицах, я имею в виду и протест, и реакцию на него. Ну да, да, вот это все закручивание. Это все, конечно, во времена Суркова, не хочу сказать, при Суркове, но во времена Суркова этого не было, и это вообще трудно было себе представить. Да, согласен. Да, и такие жесткие конструкции, они долго не живут. Но вот это, я думаю... Именно поэтому сегодняшняя конструкция не жесткая. Вот в чем дело. И линия жизнеспособная. Нет, нет, это запрос консервативный. Ребят, я смотрю на этих космонавтов, смотрю на их шлемы, на эти все очень жесткие все, на них эти детальки. Ну да, да, щит, как это? Щит Родины. Я сейчас перебью на читалку, и называется это щит Родины у космонавтов. Ну что ж, я не думаю, что мы здесь договоримся до каких-то общих позиций, но мне кажется, мы подняли очень интересную тему Сурковому, потому что он действительно представляет из себя все совершенно фантастические срезы нашего времени, нашей политики или несуществующей политики. Я благодарю наших гостей, Александр Рубцов, Дмитрий Орлов, мой соведущий, шеф-редектор Форбстру Роман Баданин. Вы знаете, вот как Березовский умер, но он когда-то говорил, что, знаете, как хороший еврей, прощается, но не уходит. Вот мне кажется, Сурков, хотя он и чеченец наполовину, да, и не еврей, вот то же самое, прощается, но не уходит. Так что посмотрим, что будет дальше.